Музыка Музыка Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Хотя опять же, ребят, мы, даже когда мы кого-то учим, мы все равно сами остаемся учениками И мы все всегда учимся Кстати, я как-то себе взял на вооружение определенный принцип Если я хочу чему-то научиться, я начинаю этому учить То есть порой мы думаем, ну, вот когда я полностью овладею этой технологией Познаю эти глубины истины, я начну тогда кого-то учить Нет, учите сразу тому, что вы знаете Единственное, в чем разница Когда вы кому-то, допустим, я сейчас учу вас о бесконфликтном поведении Хотя сам только что в маршрутке боролся со своим состоянием И не исключено, не дай бог, конечно, что я могу вечером еще и там, не знаю, обо что-то расстроиться Это значит ли, что я совершенный? Конечно, нет Тогда я могу сказать, ну, как ты имеешь право учить кого-то, когда ты сам еще с этим не разобрался Я могу разбираться с этим всю свою жизнь, так же? И единственное, когда я кого-то как бы учу, то я говорю, ребята, я сам учусь этому То есть я не эксперт, я не абсолютно знающий Я сам в процессе и просто делюсь тем, теми инструментами, которыми я пытаюсь решить эту проблему Поэтому вот Победителем, ты имеешь в виду? Победителем Но смотрите, что значит быть победителем? То есть единственный человек, который всегда был победителем, это Иисус Христос В нашей жизни порой бывает, мы побеждаем, да? Вот, допустим, мы читаем псалмы Давида Ну, уже Давид-то был-то близок с Богом, так же? И мы читаем его псалмы, где он сердце изливал О, Господь, ты высоко вознес меня О, я, короче, беденни-ниш, сижу на развалинах О, следующий псалмон, да? Такая как бы амплитуда некая, так же? То ты победитель, то через два дня ты допустил ошибку Может, в том, в чем ты и учил Кстати, для меня удивительная картина, допустим, Соломон Но мудрейший человек, так же? Реально, реально, которому Бог дважды являлся Бог именно к нему являлся, понимаете? Не просто там откровение, не прикосновение духа Хотя это тоже все явление Бога Бог лично являлся им, да? Был личный диалог И в итоге мы смотрим Соломона Чем бы вся история закончилась, так же? Особенно, когда мы читаем его притчи Где написано, сын мой, сын мой Мне интересно посмотреть на сына Соломона Как он питал всю эту мудрость Всю эту силу И что мы видим? Когда смотрим на сына Соломона Кто был сыном Соломона? Раваам, который развалил вообще страну С первого дня он допустил страшнейшую глупость Когда не послушал людей, которые были экспертами в этой области И пошел на поводку у своих друзей Не вижу я этой мудрости Так что мне вырвать книгу Соломона? Или из Библии? Сказать, Соломон, ты не имеешь права учить? Ну, учит-то нас Бог, правда? Соломон не является моим учителем Я не являюсь вашим учителем Я такой же ученик, как и вы Правда? Но Дух Святой использовал Соломона, чтобы открыть некие истины Бог может использовать меня Поэтому, наверное, Иисус и сказал Никого не называйте учителями Хотя у нас есть учителя в церкви Мы говорим, это учитель Есть апостолы, пророки, постаряя учителя Но учат нас не люди Правда? Не, не люди Не люди учат нас А Бог нас учит через людей А люди остаются людьми Я такой же ученик, как и вы Я сам пытаюсь Это не просто, знаете, понять Я пытаюсь этим вооружиться, чтобы побеждать Хотя будут ситуации, когда я буду проигрывать Я это знаю Боюсь ли я этого? Не боюсь Хочу ли я этого? Не хочу Но знаю, что будет Буду проигрывать Буду ошибаться Буду учиться Буду пересматривать Буду перечитывать Так же? И когда-то, возможно, я проживу абсолютно бесконфликтный день Может быть Будут победы Но будут и ошибки И это не страшно Это жизнь Это все Вся наша жизнь Это учеба Аминь Хорошо К чему мы с вами пришли Значит Мы с вами пришли К следующему Что Конфликт Это Некомфортная И бесполезная То есть бесплодная Форма человеческих взаимоотношений В споре Ничего не рождается Поэтому Всякий человек, кто спорит Он глупец И лучше об этом понять С самого начала Как только мы начинаем вовлекаться в спор А мы начинаем понимать Что мы вовлекаемся в спор Когда Когда внутри нас Начала появляться Негативная эмоция В любом виде Вот что-то негативное Как мы говорили Чертик начал вылазить из коробочки Я уже сразу понимаю Если я этого чертика начинаю выпускать Значит я уже глупец И все, что я буду делать дальше Это глупость И ничему хорошему В итоге я не получу Я истрепаю всем нервы Истрепаю себе А в итоге Просто все это еще хуже развалится Я должен это помнить И ловить Это в самом начале Помните Насчет лисенят Которые портят виноградники Где-то По-моему В песнях-песнях говорится Значит И мы с вами увидели Что Проблема Конфликта Это внешний раздражитель И внутренняя готовность На конфликт Потому что если человек На конфликт не готов Допустим Александр Стас Извини пожалуйста Александр Стас допустим Получил большую зарплату Это хорошо Причем не просто Там тебе дали много денег А тебя повысили В какой-то занимаемой должности Перед тобой открылись новые перспективы У тебя есть дети Я помню Двое-трое Больше даже Четверо И представь Ну что все дети Вообще идеально провели день Принесли классные оценки С женой Ты провел шикарный вечер То есть Все классно Ты счастливый человек И тут вдруг Кто-то там подходит И начинает К тебе там Что-то К тебе как-то там Плохо относиться В маршрутке Или не знаю Кто-то не так Дорогу перешел Корова пришла В огород Конечно Это можно разменять Все сразу Просто это все Разменять Вот это все счастье Можно просто разменять На одну ошибку Этой коровы Которая просто Забрела не в тот огород Можно Но если счастья много Ты говоришь Да я не хочу его менять Так же Такой прекрасный день Чего я буду из этой коровы Терять эту радость Правильно Понимаешь В чем смысл Что когда человек Внутренне Не предрасположен У него хорошее состояние Да Ну я просто привел Такие Немножко меркантильные Примеры Я не приводил Никаких духовных Просто обычных вещей Да там Дали денег Дети послушные Жена любит Все хорошо Так же То есть Как бы хорошее состояние То что в принципе Библия называет Шаломом Это все и духовное И физическое И финансовое Все как бы Все классно То как то И тебе кажется Ну корова зашла Ну иди отсюда корова И нормально И ты не взорвался Так же А если наоборот Денег не дали Дети принесли двойки Жена Еще и наехала Вместо того Чтобы поддержать Так же Накап Накапливалась Накапливалась И в итоге шарахнула Так же Предрасположенность Есть Так же Внешнее обстоятельство И внутренняя предрасположенность Готовность к конфликту И мы увидели Что вот эту готовность Внутри человека Создает Состояние Напряжения То есть Если напряг Накапливается Рано или поздно Произойдет Выброс Если негатив Накапливается Рано или поздно Происходит выброс Этого негатива В виде Скандала Глупости И конечно Хорошо Если еще удается Сдержать себя в руках Чтобы не наделать Каких-то Безумных Каких-то вещей Хотя помните Да Как Иисус сказал Если кто-то скажет На брата своего Глупец Или дурак В гиене Может за это оказаться Если бы не милость Божья Так же То есть Даже слово Сказанное Негативное Оно несет В себе последствия Но слава Богу За его милость Что он нас Покрывает В тех вещах Когда мы Просто Что-то делаем Неправильно И вот Мы приходим К вопросу Откуда берется Это напряжение Внутри нас Как оно появляется И что нам делать Можем ли мы Как-то себя От этого напряжения Защитить Первое Что я хочу Предложить вам Первое Причиной Устойчивого То есть Постоянного Или устойчивого Состояния Внутреннего Напряжения Может быть Такая Простая Вещь Как Осознание Или какое-то Внутреннее Внутреннее Убеждение В том Что за счастье Нужно Бороться За успех Надо бороться За счастье Нужно бороться За это Нужно бороться И за это Нужно бороться И вся жизнь У нас Это что? Это борьба До обеда с голодом После обеда Со сном Везде Совсем Надо бороться И бороться И бороться Нам с детства Это внушали Надо бороться Надо бороться Надо бороться И однажды Ты просто говоришь Я устал Все Я уже задолбался Со всем этим Бороться Везде надо бороться И бороться И бороться Когда же Это все Кончится Тут еще Верующим Стал Еще и надо И за это Бороться И за Бога Надо бороться И с дьяволом Надо бороться И с болезнями Бороться И с самим Собой Бороться Сколько Можно Знаете Как Кстати Песни Которые Вдохновляли на борьбу Ревыцельнеров Кипит Мой разум Возмущенный Борьба Борьба То есть Они делали ударение Весь мир Мы разрушим Мы все Как один Умрем В борьбе За это То есть Все говорило О борьбе И все В итоге говорило Что мы все Короче умрем В этой борьбе Знаете И как бы Удавалось Людей вдохновить Да Смотрите Как там Смело Мы в бой пойдем За власть советов И как один Умрем В борьбе За это Вот допустим 30 человек поют И говорят Мы умрем Все За счастье А кому это Счастье Все умерли Уже Счастье Пришло А все Уже Как Филипп Савочка Не Филипп Савочка Этот Наш друг Сливка Виктор Говорит А мертвые Лежат И улыбаются То есть Первое Ребят Казалось бы Такое Простое Такое Как бы Банальное Но ребята Очень важная Очень глубокая Истина Не надо Ни за что Бороться Это звучит Странно И некоторые Из вас Вы скажете Эдвин Я не могу С тобой Согласиться До конца Вы приведете Мне пример Из писания Допустим Царство Божьей силой Берется Прилагающее Усилия Восхищает Нам нужно Вы не до крови Сражались Подвязаясь Против греха То есть И Библия Очень много Говорит нам О борьбе Правда Но смотрите Как будто бы Здесь некое Противоречие С головой И сердцем Допустим Этот же Иисус Говорит Придите ко мне Труждающиеся Обремененные Те кто устали По жизни Вообще И понимают Что они Они борются 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 И в итоге Ничего у них Не получается Поэтому они Приходят к покаянию Они приходят К Богу И говорят Боже Не могу Победить Ни себя Ни болезни Ни дьявола Ни нищету Так же Ни гневливость Свою Ни неверность Свою Не могу Я это Победить Поэтому Пожалуйста Ты Помоги Мне Победить Грех Победить Смерть Так же Я не могу Это победить Иначе Если я Все это Могу Победить Сам Зачем Мне приходить К Богу Зачем Мне Бог Я могу Победить Сам Я признаю Что я Не могу Победить Но продолжаю Бороться Представьте Я говорю Богу Я не могу Это победить Но все таки Буду бороться Как будто Я говорю Богу Я не могу Это победить Бог говорит Молодец Но иди борись Дальше Какой-то Понятно Что Бог Говорит о борьбе Но это не та борьба Как мы себе Это представляем Ибо не воинством И не силою Но духом моим Говорит Господь Саваоф Так же То есть Я вовлечен В борьбу Но я не главное Действующее лицо В этой борьбе Так же Я иду с Богом Вместе Плечо к плечу Или даже Более правильно Библейский Я иду за ним В этой борьбе Так же Он мой щит Он моя скала Да То есть Никакого нет смысла В щите Если он сзади Да То есть Он идет Впереди меня Перед ним Раступаются воды Перед ним Тают проблемы Так же Он идет Я иду за ним Я не лежу на диване И говорю Ну Господь Иди реши проблему Говорит Нет Мы пойдем вместе Мы вместе пойдем Поэтому Успех христианской жизни Не в человеческих усилиях А в союзе с Богом Так же Бороться Но не я борется Но не я борюсь А он борется За мое счастье За мой успех Борется за моих детей Борется за мое здоровье Так же Борется за В победе В проломе За мою жизнь И я с ним И я с ним в этой борьбе Не в усилиях Но в союзе Не в человеческих усилиях Но в союзе с Богом Я понимаю Что я не открыл Для вас Какую-то планету Мы все Это знаем Вот здесь Но если мы Напрягаемся Вот здесь Значит вот здесь Мы еще Этого так и не поняли И мы продолжаем Бороться За счастье Если у нас Напряг Так же Я пришел К Богу В 90-х годах Тогда было популярно Учение о вере Кто пришел еще Примерно в это время Валик Помнишь да Кеннет Коупленд Там и прочее Власть верующего И я уважаю Служение Кеннета Коупленда Он сделал очень много Для Бога И слава Богу За этого служителя У каждого есть Какие-то свои Перегибы В чем-то Недогибы Это не суть важно Но в то время Очень много Культивировалось Понятие Власть верующего И о вере Очень много Были даже Движения веры Я все это слушал Но как-то Оно меня Как-то не цепляло Почему Потому что Я пытался Знаете Мне говорили Верь 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 Но когда мне говорили Верь Буквально Знаете Вот Я как будто бы видел Знаете Такие Сжатые скулы Сжатые кулки Мне говорят Верь Эдвин Верь Верь Я пробовал Верить Верь Знаете И для меня Вот это понятие Верить Я верю Когда мне говорили Ты веришь Я верю Ты веришь Я верю Верь Верь Стой Верить Понимаете Ну Вы Понимаете Да Чем я говорю И ты как бы Стоишь В этой И ты веришь Понимаете Но рано Но рано Или поздно Ты чувствуешь Что слово Вера У тебя Ассоциируется С сжатыми Кулаками И стиснутыми Зубами Знаете С таким Извините Немножко тупым Таким Набычным Видом Я верю Все равно Я верю Я верю Я верю Ты просто Должен верить А потом Я просто Прочитал Что слово Вера По-гречески Слово Пистис Переводится Еще как Другим Другим Словом Которое Является Аналогичным Это слово Доверие Вера И доверие В греческом языке Это одно И то же Слово А теперь Давайте подставим Там где вера Поставим слово Доверие В Новом Завете И верующий В Сына Божьего Имеет жизнь вечную Доверяющийся Сыну Божьему Имеет жизнь вечную Смотрите Верить Или доверять Если я говорю Я доверяю Я доверяю То как-то Не стыкуется Это правда Потому что Когда я говорю Я доверяю У меня выдох идет Так же Я доверяю И мои руки Что Они расслабляются Они разжимаются Мое сердце Раз и потекло Я доверился Так же Я признал себя Беззащитным Я признал себя Беспомощным Так же Если я кому-то Доверяю Я как бы Обнажаю себя Так же То есть Я доверился Все Знаете Вот если вы говорите Доверие То это вот так вот Да Вот оно Доверие Нужны ли в нашей ситуации Вещи Где вера Проявляется Как усилие Конечно же Да Знаете Но есть внешнее И внутреннее Но я верю И я хочу Чтобы мое сердце Всегда было перед Богом Вот таким Да Расслабленным В хорошем смысле слова Кто-то сказал Расслабься Бог расслабленным Приходит Помните Там В купальне Лежал Некий Расслабленный Он же так Расслабился Что Бог К нему Первому Подошел Смотрите Я ни в коем случае Не хочу Сделать Какой-то Перегиб Да Там допустим Нам не надо Никаких усилий Мы должны просто Быть всегда Расслабленными То есть есть вещи Когда нам нужно Бороться Где нужно нам Прилагать Массу усилий И человеческих Да Но Опять же В чем мое усилие Не победить А просто пройти В этой победе Так же Правда Поэтому Давайте мы Откажемся От этого От этой Такой прошитой Нам максимумы Что за счастье Нужно Долго И усиленно Бороться В этом скажем Ни за что Не надо бороться Ах Как тяжело Представляете Я вот сейчас Это говорю И сам себе Не верю Ну как-то Ну как это Не бороться Эдвин Ну нужно же Бороться Нужно же Бороться Ты же с детства Приучен Бороться Борьба То есть Знаете Я с детства Привык Бороться Бороться За все За жизнь За выживание Бороться Потом В подростковом возрасте За свою честь Ее постоянно Отстаивать Так же Потом бороться За С наркотиками Потом бороться С этим Потом еще Бороться С этим Как бы С соседями С самим собой Понимаете И вот эта Постоянная война Она приводит Человек в состояние Постоянного Напряжения Постоянный Напряг Знаете Я Как вам говорил Честно Что я последний год Начал это Замечать За собой Что я просыпаюсь Я открываю глаза И первое Что я чувствую Это напряг Это постоянно Я просто раньше Этого Как-то не чувствовал Или может быть Знаете Такой юношеский Оптимизм Меня еще Как-то окрылял А сейчас я начал Это чувствовать Что у меня внутри Состояние Постоянного Напряжения И по этой причине Меня легко Раздраконить Грубо говоря Так же Меня легко Вывести себя Потому что я Предрасположен Конфликту Потому что я напряжен И первое Что мне нужно сделать Мне нужно просто Расслабиться Внутренне Так же Сбросить с себя Этот напряг То есть Не буду вас Учить делать Это Как это делать Это не Не тема Нашего семинара Пожалуйста Я понимаю Я понимаю Что делать Ты не сможешь Представленным Состоянием Сможешь Если ты сможешь Впустить Бога Впереди себя В этой ситуации Ну я стараюсь Но Она тебя не слышит Вообще не слышит И может еще Проявляться Агрессия Ветеринга Я понимаю О чем ты говоришь Но Это не последнее Что мы говорим Мы сейчас коснемся Еще некоторых вопросов Может будет Какой-то ответ Для тебя Как себя сохранить В такой конфронтации В такой конфликт Это реально конфликт Да я понимаю И ты хочешь Всячески остановить Погасить Но ты видишь Что это не по твоим силам Кто ты Кто ты гора Причем Имя Божия Всегда призывается И молитва И все Но тем не менее Как быть В такой ситуации Я не берусь судить У каждого человека Абсолютно Уникальные Жизненные ситуации Почему допустим Вот в конфликтологии Нормальные специалисты Они никогда не предложат Вам Прямо модель Решения конфликта Почему Потому что Каждый конфликт Он уникален Почему Потому что В каждом конфликте Вовлечены два Абсолютно уникальных человека Со своей историей Со своим характером Так же Со своим наслоением Уже опыта жизненного Реакции И прочего То есть Нету двух одинаковых конфликтов Потому что нету Двух одинаковых людей Так же И твоя ситуация Абсолютно уникальна Но То что применимо К любой ситуации Что во первых Бог сильнее Так же Во вторых Как верующий человек Доверяющийся Богу Ты опять же Ты все это делаешь Так же Но если напряг все равно Приходит Значит где-то Ты все равно Перетягиваешь на себя Инициативу Так же Вот где-то ты Как бы Может тебе кажется Что Бог слишком медлит Может тебе кажется Ну я не знаю Ну Всякое же бывает Правда И ты как бы Все таки Пытаешься Перехватить Инициативу Помните Как Оза Который Увидел Что ковчег Наклонился И Оза подумал Ай-яй-яй Что сейчас случится Я прямо вижу Как падает этот ковчег И рассыпается Эта мана Разлетаются Эти скрижали И вся эта праздничная процессия Так накрывается Боже Это такой позор Да я не позволю Этому произойти Господь Я помогу тебе Да имеешь полное право Да А тут я захожу Открываю дверь А оно парит Парит Я Возмущаю Ну Попрессивно Я уже Я уже чувствую Как это было Спокойно Нет Ну это Ответная реакция Конечно Если ты будешь Честная Сама с собой Можешь его Притушить Даша Смотри Даже когда ты сказала А оно парит Я же Ребенка люблю Да понятно Это происходит Изнутри Значит я тебя люблю И я тебя Прибью И я тебя прибью Как-то они Вроде где-то Отделите Хорошо Мы говорим сейчас Это как бы Не последнее То есть Мы перечислим Еще несколько пунктов Состояние напряжения Хочется же себя Любимого Сохранить В этом напряжении Может быть То что О чем мы поговорим дальше Может там будет ответ Для тебя Хорошо Значит первое То что способствует Постоянному Устойчивому состоянию Напряжения Что рано или поздно Вылетает в конфликте Да Это состояние Как бы Жизнь в осознании Того что за все Надо бороться И если я не буду бороться То оно Ничего не Изменится То есть Надо уметь доверяться Богу В этом случае Значит второе Второе То что Человека Приводит в состояние Напряга И становится Основой Для конфликта Это Такое Убеждение Знаете В голове Убеждение Что я знаю Вот этот путь И это Единственный Правильный Путь И другого Правильного Пути Нет И надо Делать Только так И не иначе Значит Уверенность В том Что существует Только один Правильный Путь Достижения Цели Помните Картинку Часто ее рисуют Как два барана Встретились На одной На одной Мостике Я рассказывал Даже Да Ну Все знают Эту картинку Да Как два барана Бодают друг друга В итоге Оба В итоге Они оба Летят в пропасть Они гибнут И вот вопрос Неужели Это единственный Мостик По которому Можно было Эту пропасть Пересечь Значит Они бараны В таком случае Понимаете То есть Если я пытаюсь Решить конфликтную Ситуацию И она не решается Если я баран Я буду все равно Бодать Эту Стену И еще Психовать Да что же То стена Мне все роги Исцарапала Так зачем Бодать Если оно Не работает Так же Неужели Нету Другого Пути Но люди Скажем так Не имеющего Может быть Личного Понимания В основном Люди Вот как бы Ведут себя Как бараны Тогда Когда они Действуют По чьему-то Шаблону То есть Я в книжке Прочитал Мне сказали Так же На чек Как будто бы Он Сейчас попытаюсь Я понятно говорю Как будто бы Вот только вот так И другого пути нет Он как будто Боится Вообще Посмотреть на ситуацию И лично Поискать Какой-то Альтернативной Реакции Альтернативного Решения Так же Вот ему Втемяшилось Вот только так И не иначе Это еще Назвать безумие Повторение Тех же самых Поступков И ожидать Другого результата А ну да 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 Это безумие Делать Тоже Делать что не работает И надеяться Что в этот раз У нас работает Так вот смотрите Как бы в основном Это когда человек Действует По некоему Шаблону Который ему Когда-то Кто-то сказал Или он где-то Прочитал Или может быть Когда-то В его жизни Это сработало Он пытается Этот шаблон Применить И в этой ситуации Но оно не работает И это очевидно А он все равно Не меняет Модель поведения Как будто бы Не существует Другого Ребята Любую пропасть Можно пересечь Из любой ситуации Есть выход Просто если Не сработал Твой шаблон Который ты применил В этой ситуации Чтобы убить это И надо стоять И бодаться рогами Так же В основном Опять же Это для людей Которым Свойственно Действовать По шаблонам Допустим Есть люди Которые Они не боятся Экспериментировать Они не боятся Искать Достаточно Такие творческие Допустим Ну не получилось так А у меня сразу Другая идея А давай я вот так Зайду А давай я вот так Попробую Некоторым людям Сложно Потому что Они как бы берут Какой-то шаблон И они пытаются По этому шаблону Действовать Ну допустим Представим Как зовут Таня Допустим Таня человек творческий Она человек креативный Она каждый раз Готова все делать По-новому А Дима человек Такой больше структурный Вот ему дали план Допустим Говорят Нужно делать вот так И Дима боится От плана отступить Почему Не потому что он Боится Не потому что он Какой-то недалекий Просто у него характер Такой Вот это план И нужно его держаться Твердо Так же Вот по пунктам Как сказали Так и нужно И он даже Он даже не допускает Мысли О том что Если оно не работает Это можно как-то Немножко изменить Оставив конечно Структуру целостной Так же А допустим Таня легко может Что-то поменять То есть Это вопрос Который нам тоже Нужно в себе Немножко воспитывать Кому-то это легче Дается Кому-то труднее Кто-то держится С шаблона Кто-то Экспериментирует Легче Но нормально Когда я вижу Что оно не работает Это нормально Что я ищу Новый Альтернативный Момент Решения Допустим К примеру Допустим Дима мой сын Я с ним Он допускает Какие-то ошибки Я решил Какие у меня есть Факторы влияния На Диму Наругать Диму Кроме наругать Диму Еще есть фактор Похвалить Диму Еще есть Пойти погулять С Димой Еще есть Налупить Диму Есть Забрать у него Телефон Есть Купить ему Новый телефон И занять его По каким-то делам Вариантов На самом деле Куча Но если у меня Один только вариант Наругать Диму Я решил Так все Дима проверился Надо Диму наругать Я же хочу Изменить ситуацию Так же Я пришел Сел Дима У нас есть разговар Я уже вижу У Димы сразу Шторы Шпук Все Он меня не слышит Потому что Таких разговоров Было уже сотня И я сейчас Даже понимаю Что это просто 101 Тупой разговор И я все равно Начинаю Диме считать Морали Зачем Зачем Неужели Нет другого Пути А чтобы найти Другой путь Надо просто Сказать Господь Я вижу Что так не работает Подскажи Как Но бывает Господь Дает такие Подсказки Которые Для нас Просто Смертеподобны У меня была Ситуация Когда Я говорил У меня с женой Были некоторые моменты Когда я Там ее Начинал Поучать Я потом В итоге Приходил к тому Что я сам Расстроен Она расстроена У меня в руках Библия И я не знаю Что делать Так же Я не знаю Что делать И мне Бог Говорит Обними ее Я говорю Боже Только нет Вот чего Чего Вот да За что Я буду ее Обнимать Она мне Тут Меня обидела А я еще Обнимать И она Вообще Упрямится Как костер Я уже Два часа Писанием Я ей штурмую И тут все Бог мне говорит Просто обними И я понимаю Знаете Что все Просто зависло Все знаете Как мир остановился Какое-то мгновение И я понимаю Что я не могу Ее сейчас обнять Ну не могу Это выше моих сил Это на то На что я просто Не способен А другого я не знаю А ситуация вот такая Накаленная Все Конфликт Больно всем Так же И бывает В самый последний момент Просто Бог дает тебе Какую-то милость И ты даже Непонятно как Я откладываю Я откладываю Эту Библию Просто поворачиваешься Обнимаешь Жену И все И все Я свою жену Часто обнимаю Я просто говорю Что в некоторых ситуациях Бог тебе такое решение Предлагает Альтернативное Которое Полностью Противоречит Твоему состоянию И ты понимаешь Я не могу Это Что я огорченный Я обиженный Я в тупике Я не знаю что делать Знаете Когда человек В тупике Когда он не знает что делать У него крышу начинает срывать Да Вот он Часто гнев В человеке Это осознание Беспомощности Своей Я хочу изменить Я не могу с этим смириться Не могу это принять И я не могу Это изменить Знаете Допустим У меня не работает телефон Мне надо срочно позвонить А он не включается И что делать Как будто бы это поможет Но это от безысходности Человек делает Так же И тут от безысходности Хочется швырнуть А Бог говорит Поцелуй Боже не Но если ты Как бы Хотя бы чуть-чуть Продержался Знаете Я верю Что приходит милость И Бог что-то предлагает Не обязательно Что это новый шаблон Когда хочется Ну ругать Иди поцелуй Не обязательно Но Бог может предложить Какое-то решение Которое Ну просто Но это его решение И всякий раз Когда я Бога слушался В таких ситуациях подобных Я понимал Что оно просто работает Без моих усилий И все мои там Многочасовые проповеди В кавычках Не сделали того Что сделало просто Одно Просто объятие Без слов Знаете Я там Не кричал Высокопарных речей Даже Просто взял Обнял И прислонил Ее голову К своей груди Я понял Все Все вопросы решились Все исчезло Все двери открылись Вот оно все Просто сработало Да Вот Как вот Иисус Решал проблемы Да Вот проблема Кто из вас Без греха Пускай первый Бросит камень Да это вообще Это была такая загадка Которую решить Было нельзя Те ответы Которые предлагали Фарисею и Иисусу Оба были провалочны Скажет Что побить Провал Скажет Не побить провал И там можно было Наворотить Такую демагогию А Иисус Мог бы Объяснить им По торе И по всем делам Так же И задать им Там такой семинар На 8 недель Но он этого не делает Он просто говорит Два слова В буквальном смысле Так же И все потухло Все поопускали голову Это мудрость Это слово мудрости Мудрость приходит туда Во-первых Где человек признает Свою неспособность Я не знаю Боже дай мне мудрости Так же И мудрость Это что-то выше Чем твои человеческие Способности Слово мудрости Слово знания Нам нужно всегда искать Всегда искать новых Альтернативных путей Особенно если мы видим Что в этой ситуации Не работает Допустим Допустим В прошлый раз Я поговорил с Димой На него это так Классно повлияло Все И он вообще Исправился Я говорю Так я знаю Как с Димой работать Господь Я все понял Спасибо Классно Ты мне не нужен Я знаю Как с Димой И Дима опять провинился Я говорю Ну что Будем говорить И вообще не сработало Потому что мне Бог Это уже не нужен Я же уже знаю Все Я же уже эксперт Понимаете Почему в некоторых случаях Та же самая модель Она не работает Потому что мы говорим Бог спасибо Я уже все понял Я уже опытный А оно раз И не сработало И я говорю О Господь Опять не знаю Что делать Он говорит Ну так это же хорошо Иначе зачем тебе я Ты все сам знаешь Как бы порой опыт С нами играет Такую злую шутку Опыт Сын ошибок трудных Разобрались с этим Внутреннее напряжение У нас еще вызывает И как основой Для конфликта Часто является Вот такая Как бы застреваемость На каком-то Отдельном инструменте И как бы мы застряли Как будто бы Ну нету другого варианта И все То есть когда мы видим Что то Что мы пытаемся сделать Оно не работает Нам нужно искать Альтернативных путей Решения Или выхода из конфликта Или решения Ситуации Третье Что становится Часто Основанием Для конфликта Поводом Для Вот этой Горчинки Которая появляется Внутри нас Потому что все Начинается С вот этого С этой негативной эмоции От этой горечи Или чего-то неприятного Что появилось Внутри тебя Вот оно все и портит И часто Вот этой Искрой Не божьей искрой Злой такой Искрой Я знаю Я знаю Что парень Очень ответственный Я знаю Что Дима Он вообще Просто прекрасный Молодой человек Жаждущий Бога И я думаю Так Надо завтра Чтобы кто-то Сходил к бабушке Маруси Посетил ее Слушай А кого же О я Диму попрошу Дима вот такой парень Прекрасный Я думаю справится Привет Дима Как дела Отлично Прекрасно Слушай Нам надо к бабушке Маруси Чтобы ты сходил Смотрите Какие у нас прекрасные отношения Мы улыбаемся Я люблю Диму Все прекрасно Дима надо чтобы ты сходил К бабушке Маруси Там у нее нога болит Туда-сюда не может Сходишь Когда А Дима говорит Ты знаешь Это у меня не получится Не получится Не могу сегодня Вы же сами чувствуете Как внутри меня Так все Я просто сейчас Просто разыгрываю ситуацию На самом деле Точно такое происходит Когда Дима мне говорит Нет Эдвин У меня не получится Внутри меня появляется горчинка Как не получится Как не получится Дима Я был на 100% уверен Так же Я говорю Точно не получится И ты говоришь Да Никак Говори Никак сегодня Никак А что такое Смотрите Я уже начинаю лезть К нему А что такое Чего Как Ты представь Ты говоришь Что я хочу с пацанами Там Пойти Представляете Да Я вижу Спасибо И вот и все И я начинаю Его грузить В итоге Ребята Даже если Я его Додавлю И заставлю Его пойти Он не будет счастлив Я не буду счастлив Я тоже не буду счастлив Потому что я огорчился Потому что Ты знаешь И ну может быть Но по настоящему Она не будет так счастлива Если бы к ней пришел Не виной Пригнанный Так же А духом святым Приведенный человек Правда Получается Я огорчился А огорчением Было что Мое ожидание Поступка Димы И его Несоответствие Моему ожиданию Его реакция Была не такая Как я ожидал Мы тогда Такому человеку Говорим Да как Ты мог Да как Ты мог Как будто бы Человек не мог Ну смотрите Как будто У меня есть Единственный вариант Который я для Димы Решил Что это единственный Правильный вариант А Дима этот вариант Не выбрал И это мой вариант Конечно Неужели он имеет Право Выбрать Не мой вариант Тем более Если я духовный лидер А он вообще У него молоко Еще на губах Не обсохло Вообще еще Младенец И он мне Тут рассказывает Понимаете Куда ему идти Ребята Вокруг этой смешной Истории Завязано Столько Горечи Столько Боли Потому что Практически Всегда Любое поведение Людей Любые обстоятельства Мы сравниваем Ожидал Получил Ожидал Получил Ожидал Получил И от этого Постоянное Огорчение 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 Я думал Я зайду А тут Будет прохладно А тут жарко Ожидание Несоответствие Обломчик Маленький Обломчик Так же Я думал Что все Улыбнутся А никто Не заметил Маленький Обломчик Так же Я думал Что не заметят А все Обратили Внимание Еще и на Камеру Сняли Маленький Обломчик 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 А мы говорили Да капелька 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 А потом Мы говорим Откуда оно Взялось Где оно Во мне Откуда оно Ко мне Пришло Я же вроде Такой Счастливый Такой Верующий Парень Что со мной не так? Где я этого нахватался, что потом меня бах и взорвало? Оказывается, нахватался. Опять же, конечно, любой из вас скажет, Эдвин, мы знаем, в чем проблема. Это гордость, когда ты диктуешь Богу или жизни определенные условия, схему. Так же? Так и какой выход из этой ситуации? И об этом мы с вами поговорим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok